Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу. В студии Кирилл Политов, Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. С инновациями к высокому урожаю. Как оценили возможности нашего края представители сразу трёх федеральных министерств? Кап-кап-ремонт. Сколько будут ждать новой крыши жители Барнаульской многоэтажки? Молодые и талантливые. Какие проекты получат реальное воплощение? Репортаж с заключительного дня международного форума «Алтай.Роста». Алтайский край может стать главной площадкой в стране для развития биотехнологий. Сегодня инновационные возможности нашего края оценили представители сразу трёх федеральных министерств страны. Сельского хозяйства, образования и науки, а также промышленности и торговли. Подробнее в сюжете Елена Макаренко. В таком составе высокие московские гости не случайно. Биотехнологии – тема сложная и перспективная. Страны, где успешно внедряют производство научной разработки, получают огромную прибыль. Россия же в этом плане критично отстаёт. Инжиниринговый центр при Алтайском госуниверситете специально создан для промышленных испытаний биопрепаратов. Один из немногих в стране. Во время экскурсии гостям рассказывают обо всех этапах получения биопродуктов. Во-первых, стерильный процесс. Здесь питательная среда. Мы туда засеваем культуру и проводим корментацию. Центру всего год, но здесь уже испытали четыре вида биопродуктов. В том числе дефицитные и очень полезные пробиотики. На этом стоит молочная промышленность. А 11 хозяйств края, которые использовали добавки в рационе скота, добились значительного эффекта. В среднем порядка 10% увеличения привесок и до 15% увеличения отдачи молока в крупном уровне скота за счёт использования пробиотики. И достаточно значимый экономический эффект. То есть мы считали в целом на только один алтайский край использование одного вида продуктов, пробиотиков, год может принести экономического эффекта до миллиарда рублей. Московских чиновников такие результаты впечатлили. Но интересно ли биотехнологии бизнеса? Учёные отвечают. Инвесторов пока немного, но они есть. Откликнулись Тамбовское и Новосибирское предприятия. У них есть лицензия на лекарственные препараты. Это нам подходит по антибиотикам. Соответственно, как минимум до предприятия мы уже рассматриваем как предприятие лекарственных производителей. О широком внедрении в производство биотехнологий сегодня мечтают и алтайские учёные, и краевые власти. Для этого в регионе даже планируют построить завод по производству собственных пробиотиков, симбиотиков и субстанций. Московские гости такую идею одобрили. Всё зависит на самом деле от активной позиции в том числе региона и бизнеса в регионе. Мы на Алтайский край здесь весьма и весьма рассчитываем. Считаем, что здесь может быть сформирован промышленный биотехнологический кластер. А вот поддержит ли не на словах, а на деле перспективную идею государство, пока не ясно. Посодействовать в увеличении финансирования инновационных проектов пообещала лишь замминистра сельского хозяйства Елена Астраханцева. Разговор о развитии биотехнологий в крае планируют продолжить уже в июле, во время Всероссийского дня поля. Елена Макаренко, Николай Шелко. Наши новости. Особая экономическая зона Бирюзовая-Катунь перейдет под контроль региона к концу года. Так предполагают в Краевом управлении по туризму. Об этом журналистам сегодня рассказал начальник ведомства Юрий Захаров. Он уверен, что это позволит повысить эффективность работы особой зоны. Ведь раньше строительством и поиском резидентов занимались на федеральном уровне, а эксперты из Москвы не всегда могли оперативно решать проблемы. Напомним, Владимир Путин поручил в Счетной палате провести анализ финансовой эффективности особых экономических зон. 10 из тех, что меньше всего оправдывают вложенные средства, будут закрыты. Остальные передадут регионам. Счетная палата уже пришла к выводу, что плановые показатели Бирюзовой-Катунь далеки от исполнения. Там не хватает части инженерной инфраструктуры, а из 15 требуемых резидентов есть только 13. Но на фоне других, еще менее эффективных зон, Алтайская выглядит крепким середнячком. Список 10 территорий, которые закроют, еще не озвучен, но местные власти считают, что Бирюзовая-Катунь в него не войдет. Льготы для чернобыльцев утвердили в Алтайском крае. Подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и члены их семей получат социальную поддержку по уплате взносов на капремонт. Касается это собственников помещений, как собственников помещений, так и членов их семей. Изменения в региональный закон утвердил губернатор Александр Карлин. Компенсация расходов на уплату взносов на капремонт сейчас предусмотрена для граждан старше 70 лет. Для этих целей из краевого бюджета выделено 65 миллионов рублей. Даже две жители многоэтажки в Варнауле узнают по потолку своей квартиры. Живут они на последнем этаже и уже привыкли к частому косметическому ремонту. Но вот капитального дождаться не могут много лет, рассказывает Анастасия Дороган. У дома по адресу Молодежная, 12, богатая история. За 60 лет ни одного капремонта кровли. Стены подъездов в разводах, желтые пятна и на потолках квартирах. Жильцы с годами приноровились. Обои клеят поплотнее и сразу запоминают места протечки. Ребенок маленький был. Когда спал в маленькой кроватке, мы ее просто ставили в такое место, где точно знали, что с крыши капать не будет. Есть еще такие места в квартире. Некоторые остались. От пропитанной влагой кровли уже разбухают плиты. После обрушения целого подъезда в Междуреченске председатель дома еще тщательнее следит за выступившей панелью в квартире номер 18. Несколько лет назад дом содержала печально известную управляющую компанию «Доверие» после УК «Город». Итог правлений в мае принял в Ж2. И вынес такую оценку. Ремонтировать уже нечего. Экспертиза это подтвердила. Срочные замены требуют все покрытия, стяжки, будки выхода, водосток и вент шахты. Не обойдется даже без вырубки деревьев. Крыша настолько пропитана влагой, что из нее уже растут деревья. Они вырывают их по одной причине. Образовавшиеся дыры латать нечем. Финансирования нет. Из-за внеплановости работ рекоператор передал это городскому бюджету. Ускорить процесс жильцы пытались в суде, но даже его положительное решение год назад не помогло. Дом включен в муниципальную программу, рассчитанную до 2025 года. При появлении дополнительных средств этот дом будет отремонтирован в 2017 году. Все, что остается жильцам, это надеяться на обещания властей. Стоимость работы ценили в 4 миллиона рублей, а в программе таких срочных объектов 160. И берутся в первую очередь за самые ветхие. В прошлом году отремонтировали 40 кровель. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжение следует... Барнаульского дома борется с властями города за свои погреба и гаражи. Администрация индустриального района Барнаула велела их снести на месте хозяйственных построек. Соседнее предприятие собирается организовать парковку для грузовиков. За помощью люди обратились к депутату краевого парламента от фракции ЛДПР. Как найти компромисс между интересами крупного бизнеса и обычных людей, выясняла наша съемочная группа. Здесь у нас и стройматериалы, у нас ремонт идет в квартире. Два велосипеда, дети у нас. Гараж Людмилы стоит около ее дома уже 20 лет. Соседние ракушки еще дольше. 16 семей, которые живут здесь буквально максимум, выжимают из небольшой территории. Построили детскую площадку, разбили огород, выкопали погреба. Теперь у них есть месяц на то, чтобы все это снести. Вдруг выяснилось, что этот участок к дому не относится. Он принадлежит муниципалитету. И власти города решили сдать его стоящей рядом халвичной фабрике. У нового арендатора на землю большие планы. Как нам объяснили, что здесь будет забор, вот по вот этой территории. Вот. Вот представляете, вот до дома, сколько здесь метров. 15-18. За забором будет большегрузный транспорт. Это и здание, и стоянка, большие машины, пыль, газы, грязь. Жильцы дома недоумевают. Ведь когда узнали, что земля им не принадлежит, просили администрацию Барнаула продать участок или сдать в аренду. Ведь из их окон видно, что у кондитерского предприятия и так достаточно пустующих площадей. Не найдя понимания, у местных властей жители дома обратились за помощью к депутату от фракции ЛДПР. Мы подготовили обращение, руководствуясь земельным кодексом и уставом города, на господина Дугина, главы администрации города Барнаула, с предложением о отведении данного земельного участка в безвозмездное пользование. Люди надеются, что вмешательство партии им поможет. И верят, что городские власти не оставят их без столь необходимых хозяйственных построек в угоду интересам бизнеса. Маруся Загорская, Николай Шилко, Наши новости. Число аварий с участием автомобилей на железной дороге снизилось в последнее время. Сегодня в Международный день безопасности на переездах специалисты РЖД, полиции и главстроя объединили свои силы, чтобы провести профилактический рейд в Первомайском районе. Как водителю авто самому не попасть под колеса тяжелого транспорта, расскажет Екатерина Гайкова. Ощетинившийся асфальт, шлагбаум и пронзительный звон. Все говорит о том, что впереди повышенная опасность. Впрочем, за счет всей этой техники сам переезд на станцию Алтайская как раз считается надежным. Но раздать памятки не помешает и здесь. Было, что машина остановилась, вывал груза произошел. Приходилось принимать такие вот меры, срывать пломбу и принимать решения. Осень 2014-го. На станции Повалиха поезд протаранил газель, водитель которой проигнорировал предупреждающие сигналы. Итог – груда металла и множественные травмы. В тот год, рассказывают специалисты, под колеса РЖД транспорта на переездах попали 9 автомобилей. В 2015-м – два, но один случай закончился смертью. РЖД предупреждает, не стоит надеяться, что состав остановится. Иногда тормозной путь поезда больше километра. К тому же Алтайский край – один из лидеров страны по количеству переездов. Значит, риски тоже высоки. Статистика, конечно, ужасающая. И в целом по сети, по западно-сибирской дороге – это десятки погибших. По сети – это и сотни, и доходит до тысяч. Смертельно опасно, если проехать на красный сигнал светофора. Ну и за свою жизнь как бы беспокоиться. То есть, судьбу ни разу не искушали, не пытались проскочить? Обеспечить свою безопасность проще некуда, говорят дорожники. Все очевидно – красный, значит, стой. Бывает и так, говорят в ГИБДД, что машина на пути поезда внезапно заглохнет. В этом случае нужно подать сигнал машинисту. В руках должна быть яркая материя, любой материал яркий. В ночное, в темное время суток должны быть либо факелы, либо какие-то фонари. К сожалению, говорят специалисты, не везде переезд можно оборудовать так надежно, как на станции Алтайская. Это делают лишь там, где высок автомобильный поток. В Ребрихинском районе, к примеру, к концу этого года и вовсе сделают путепровод, чтобы авто и жидодорога больше не пересекались. Все технические нормы, говорят дорожники, буквально написаны кровью погибших, чтобы трагедии больше не повторялись. Екатерина Каськова, Андрей Печоркин. Наши новости. Геннадий Зюганов направил правительственную телеграмму на имя губернатора края Александра Карлина с просьбой поддержать педагогов музыки из Рубцовской гимназии номер 3, которых грозят сократить. Как следует из телеграммы, опубликованной в группе «Беспредел нашего города» «Обратная сторона Рубцовска» в социальные сети, политик получил обращение от 120 родителей учеников. В своем письме губернатору края, руководитель фракции КПРФ в Госдоме, просит сохранить, цитируем, «уникальное для Рубцовска учебное заведение», а также дать детям возможность закончить начатое обучение. Напомним, педагогический коллектив гимназии номер 3 уведомил о том, что из-за недостатка финансирования музыкальное направление в школе с августа больше не будет существовать, а педагогов сократят. Алтайские справедливоросы выдвинули новые требования к правительству страны в рамках общероссийской акции «Делай или уходи». На пресс-конференции они рассказали журналистам, почему расширили список своих претензий, продолжит Елена Макаренко. Новое требование – обеспечить качество и доступность медицинских услуг. Лидер алтайских эсеров Александр Терентьев подчеркивает, на Алтае, как и в целом в стране, об этом говорят давно, но на деле ситуация в отрасли только ухудшается. Услуги становятся платными, врачей не хватает, очереди за талонами не уменьшаются, а стационары и ФАПы повсеместно закрывают. Ликвидированный ФАП в селе – это смертный приговор селу. Сегодня 8 миллионов селян в России вообще лишены возможности получить оперативную медицинскую помощь, потому что нет ни единого медицинского работника в их населенных пунктах. Наболевшая проблема – зарплата медицинских работников. В нашем крае, говорят партийцы, она бесстыдно низкая. Чтобы выживать, врачи вынуждены работать сразу на нескольких ставках. Справедливо-Россы подчеркивают, оправдание власти, что, мол, в стране денег нет – всего лишь отговорка. Смотрите, Крайздрав сравнивает цифры за январь-март этого года и за январь-март предыдущего. Если мы сравним цифры конца 2015 года, а средняя зарплата по данным Крайстата у врачей составила 35,8 тысяч рублей, сравните с нынешней зарплатой в 3,4,7, мы получим падение зарплаты по сравнению с предыдущим годом. Партийцы настаивают, хронически больную медицину нужно срочно лечить. И для этого достаточно пяти процедур. Остановить оптимизацию отрасли, вернуть ФАПы, реализовать краевую программу по ремонту больниц и не забывать при этом про справедливую зарплату. А если требования власти не услышат, о доступной медицинской помощи по-прежнему можно будет только мечтать. Елена Макаренко, Павел Лауронин. Наши новости. Почти 700 школьников сдавали сегодня устную часть ЕГЭ по иностранному языку. Экзамен будет проходить два дня. На английский зарегистрировалось более 600 человек, немецкий около 40, французский и испанский по 2 человека. Напомним, что экзамен по ИНЯЗу разделен на устную и письменную части. Максимальное количество баллов за письменную 80, за устную часть 20. Любопытно, что устная сдача экзамена является абсолютно автоматизированной. Она проходит за компьютером и рассчитана на 15 минут, за которые участник читает текст вслух, описывает фотографии, а также сравнивает две ситуации. В Смоленском районе сегодня завершился международный форум «Алтай.Роста», который в этом году собрал небывалое число участников, идей, проектов. Ну и, конечно же, наша съемочная группа всю неделю работала на форуме с предварительными итогами Василия Морозов. Здравствуй, Женя, здравствуй, Кирилл. Да, действительно, на АТР-2016 сегодня последний день, но программа продолжается полным ходом, тем не менее. И, пожалуй, центральное событие этого дня – это мастер-класс от английского бизнес-тренера, от английского консультанта Питера Строрбека, который рассказывал о бизнес-модели Canvas как альтернативе традиционному бизнес-планированию. Продолжается тем временем и конкурс лучших социальных проектов и лучших проектов форума АТР-2016. Победителя назовут уже сегодня, которые получат финансирование на воплощение своего проекта. И вот какая любопытная тенденция наметилась в бизнесе в сфере детства. Если в прошлые годы было очень много проектов по детству, и в первую очередь это частные детские сады, развивающие центры, то в этом году у меня такой проект всего один из Горно-Алтайска. А в то время как очень много проектов туристических, досуговых. Также на форуме сегодня присутствует руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Поспелов. Собирая на форумах ребят, формируя их в профессиональное сообщество, давая им работать над конкретной задачей, показывая им, что сегодня их проекты это не просто какие-то веселые увлечения или красивые картинки, а это реальная помощь и работа вместе с государством. Ну а что до закрытия форума, то оно состоится уже совсем скоро, буквально через считанные минуты. А итоги мы обязательно с вами подведем позже в новых выпусках наших новостей. Женя, Кирилл. К этому часу все новости. Звоните к нам в редакцию 722-440. Хорошего вечера, приятных выходных вам. До встречи.